Привет! Я, как и обещала, буду сейчас отвечать на ваши вопросы. Голос потихоньку восстанавливается, но всё равно ещё с болезнью боремся. Значит, поехали! Первая Диана спрашивает, Дианочка. Спасибо за тёплые слова и вопрос. Хотела бы я играть не только в антрепризных постановках, но и в присутствии в труппе какого-нибудь московского театра. Современник, например. Очень жду вашего ответа. Дианочка, я сейчас и в антрепризных постановках не участвую, потому что времени, к сожалению, не было. И я понимаю, что если состоять при театре какой-то большой труд, и сколько это нужно времени. У меня пока его просто физически не имеется, но, может быть, как-то в дальнейшем это будет возможно, пока я сейчас не вижу в своём графике театр. Поэтому, тем более, современник. Ну и, если честно, предложения от современника у меня тоже не было. Поэтому всё может быть. Так, работа в каком проекте ты любишь больше всего и почему? Вы знаете, в каждом проекте какие-то свои остаются эмоции, чувства, и поэтому так вот определить я не могу, но была очень хорошая группа в универе. Сейчас очень хорошая очень группа в Склиффе. Замечательный режиссёр, замечательный оператор. Мои партнёры и Володя Жеребцов, и Макс Аверин, и Олечка. Ну, то есть нельзя сказать, каждый своим чем-то берёт, наверное. Так, как озвучка прошла? Озвучка прошла хорошо. Я озвучила женщину-викинг-шу. Такая она воительница у меня, такая прям мужчина. И ей очень хочется любви. Я постаралась ей туда добавить нотку, что она настолько сильная, что ей хочется почувствовать себя немножко слабой. Передай привет Пирычу из Усинска. Привет! Как вы уже вчерашний день провели? Как вы уже вчерашний день? Вчера я озвучивала, сегодня у меня были съёмки в Склиффе уже с 8 утра, так что отработала смену. Как дела у меня, Мария спрашивает? Замечательно. Почему не захотелось сниматься в новом универе, и не будешь ли ты в нём сниматься? Я уже много об этом писала, и думаю, что очень было сложное для меня это решение, но его нужно было принимать. Мне захотелось двигаться дальше, а так как универ забирал очень много времени, и я параллельно всегда пыталась где-то сниматься, но это всё было урывками, всё немножко. Не то, что не туда, но невозможно себя разрезать, как, знаете, как в анекдоте про обезьянку. И умный, и красивый, куда же мне пойти? Ну, не в этом, конечно, смысле, но... Так, как твое здоровье, Машуля, Виталий спрашивает. Спасибо, Виталик. На поправку иду. С вашей помощью на поправку. Так, ты в новом универе не будешь, а Таня и Саша. Мне кажется, это лучше вопрос им задать, что заставило уйти из универа, как день прошёл. Уже тоже ответила. Мария, идеальный для вас это... Это, наверное, полдня выспаться. Тут вообще безоговорочно. Не проснуться под будильник. Потом я отдыхаю. Там 2-3 часа, мне хорошо, ничего не делать, почитать книжку. А потом, знаете, у меня наступает какое-то такое чувство, что я ничего не делаю. Мне надо срочно чем-нибудь заняться и сделать что-то полезное. Какая-то вот уже у меня настолько такой... рабочий процесс идёт внутри, что мне иногда уже тяжело даже без работы. Так. Так, так, так. Влад спрашивает. Из Беларуси проголосовать. Вообще спасибо вам за то, что вы поддерживаете меня. И не важно, откуда вы. Из какого города. Важен человек. Так, да, про универ интересно знать. Уже, в принципе, ответила. По-моему, фраза проголосуйте, поддержите. Я добавила. Друзья, отпишусь, это уже... Кто как на это смотрит? Знаете, у каждой медали две стороны. Поэтому кто как всё воспринимает? Машенька, как ты себя чувствуешь, как прошла озвучка мультика? Уже ответила. Мария, как часто вы играете со своим отцом в хоккей? Играйте вообще. Ведь вы очень хорошо катаетесь на коньках. А держать клюшку, я думаю, вы умеете. Максим, очень интересный вопрос. Никогда не играла с папой в хоккей. И меня папа не учил кататься на коньках. И, конечно, спасибо вам большое за комплимент, что я хорошо катаюсь. Но это, конечно, далеко от правды. Лёшке Ягудину прям большой, наверное, большой привет. И скучаю по нему и по конькам. Там, к сожалению, нету времени. Потому что нужно учиться. Так я и не научилась кататься. Хорошо. Маш, какой стране больше всего понравилось и каких странах было, что особо запомнить? Вы знаете, страны, они всегда ассоциируются с теми людьми, которыми ты там был. И поэтому, наверное, зависит от настроения. Каждая страна чем-то привлекает. Поэтому так невозможно сказать. Но вообще я люблю Россию. Я люблю Москву. И где бы, на каком бы отдыхе я не отдыхала, какая бы погода ни была, море, всё равно тянет в родную страну, где твой менталитет. Я не знаю, это вот... Где родился, там и пригодился. Я за эту пословицу. Так. Вам не надоел сайт ВКонтакте? Вы знаете, ну... Если бы, наверное, надоел, я бы к вам не заходила. И мне кажется, тут дело не в названии сайта и ни в чём другом, а вообще не людей. Мне нравится общаться. Почему шла из универа? Так, нравится ли тебе Арарат Кищан? Сложно на этот вопрос ответить. Он был моим партнёром. Знаете, я приверженница того, что, наверное, друзьями я называю только тех людей, которые прошли со мной достаточно долгий период. У меня есть партнёры по площадке, их очень много, поэтому тут немножко другое. не нравится или не нравится. Так. Почему столько времени проводите ВКонтакте? Потому что здесь я могу общаться с вами. Просто передайте мне привет. Кир, привет! Очень сильно хочу увидеть вас в реале. Мариночка. Так. Вот Ольга считает, она же сказала, что больше не будет в универе. Она ушла на хорошую ночь. Опять же, тут у кого какие мнения? Кто-то считает, что я зря ушла, кто-то считает, что я наоборот молодец. Никто не знает, как будет дальше. Никто не знает, у кого как сложится. Но я приняла это решение, и, значит, я осознанно это сделала. Я нисколько не жалею. Самый необычный подарок первое появление перед огромной публикой. Знаете, мне, правда, очень многие, особенно дети, делают очень красивые такие подарочки личные, которые делают ручками. Девушка одна сделала вазу мне, тетрадочку мне сделали. Ну, то есть вот такие, наверное, то, что невозможно купить, то, что сделано руками от души именно для меня. Я некоторые вопросы буду пропускать, потому что они повторяющиеся там, к примеру, про Универ. Иван Меньков, привет. Просто коротко попросила и понятно. Как тебе новая серия сериала Универ? К сожалению, не смотрела, но обязательно в ближайшее время посмотрю. Маш, какой у тебя цвет волос, как называется? Я не знаю, мне делают всего лишь милирование, и то стараюсь делать его нечастое. Не знаю, как называется. Почему ушла я с Универа и откуда такое...